Музыка длиною в век. Детской музыкальной школе номер один имени Гельмера Синесала в этом году исполнилось ровно 100 лет. За это время учреждение выпустило в жизнь несколько сотен талантливейших музыкантов. Именно многих из них стали известными во всем мире. Школа с вековой историей распахнула свои двери для гостей, отметив юбилей торжественным концертом. Подробности в сюжете Дениса Тюрина. Давай мы поиграем марш. Только ты поймешь, что марш. Заведи всех наших гостей, пожалуйста. Нина Владимировна Кайски координирует каждое действие своей юной ученицы. В игре на фортепиано важна выдержка и дисциплина. Любимый инструмент украшен портретами талантливых учеников. Все они уже состоявшиеся звезды мировой и европейской музыкальной сцены. Моя дочь всю жизнь ревнует меня к моим ученикам. Это очень любимые дети. Я не знаю даже, кто ближе. Это свой ребенок или же это дети, которых я учу и потом выпускаю в жизнь. Во всех случаях, даже если они не занимаются музыкой, они делаются абсолютно другие по состоянию души, по восприятию мира. В этом здании все пропитана музыкой. Из каждого кабинета доносится приятная слуху мелодия. Ежедневно музыкальную школу номер один посещает почти 800 детей, которые учатся на семи музыкальных отделениях. Порядка 90 педагогов каждый день приоткрывают ребятам тайны музыки. Многие из них являются выпускниками первой музыкальной школы. Это давняя традиция учреждения, позволяющая передавать накопленный опыт. У нас есть хорошая традиция, когда наш же ученик приходит работать в школу. Он уже пришел с пониманием того, что это за учреждение и что здесь происходит. Ему много не надо рассказывать. Самое популярное направление обучения по классу – гитара. Не менее популярными остаются и классические направления. Утонченное звучание флейты и фортепиано больше привлекают девочек. Массивность аккордеона и саксофона по нраву мальчикам. В музыкальной школе дети изучают как классические, так и более современные музыкальные произведения. Ребята играют джаз, фольклор и народную музыку. Я занимаюсь на русском народном инструменте домора. Самое тяжелое – это то, что там надо иногда делать крещенды и ставить очень сильно пальцы на струны. 24 ноября учащиеся школы выступили на торжественном концерте, посвященном столетию образовательного учреждения. Преподаватели были отмечены благодарственными письмами от имени главы Республики Карелия. Это самая старая в хорошем смысле этого слова «школа». Она самая профессиональная, самая известная. У нас Республика еще только будет отмечать свое 100-летие, а первая музыкальная школа уже ее будет отмечать. Я думаю, это достойно аплодисментов, что все. С 1918 года Петрозаводская музыкальная школа номер один сменила несколько адресов и названий, прерывала свою деятельность на время войны. Но сегодня она продолжает дарить миру талантливых музыкантов, самых юных лет открывая для них секреты музыки. Денис Тюрин, Юлия Кутеренко, Сергей Беляев, САМПО-ТВ, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова